Социальные проекты, направленные на профилактику противоправных действий, представили участники со всей Брестской области. На конкурсе, который проводился с января по май этого года. Лучшие ребята и педагоги получили эксклюзивные награды от прокуратуры Брестской области, отмечающие вековой юбилей. В надзорном ведомстве подчеркивают значимость проектов, созданных с детской непосредственностью. В них можно в легкой форме узнать о сложных вещах и жизненных ситуациях. Мы очень благодарны детям. Честно говоря, не ожидали даже, что такой отлик среди детей найдем. То, что мы получили, мы постараемся переработать и затем уже использовать и наши прокурорские надзоры на деятельности, и в деятельности субъекта профилактики. Всего на конкурс поступило 94 работы. Большая часть в номинации «Профилактика вредных привычек». Волнующая молодежь и педагогов проблема нашла отклик и у членов жюри. Ведь основная тематика – борьба с наркотиками и их распространением, что крайне актуально в молодежной среде. Как итог, это первая степень. Я, если честно, очень сильно рад этому. Я не ожидал такого. Мы осведомили молодых ребят, даже младшее поколение, которые могут быть младше нас, которым 13-14, или даже ребята старше, которым 18. Мы хотели осведомить о том, что не стоит этого делать. Считаю, что тема довольно-таки актуальна. Это бич современного веяния моды. Это наша молодежь такая, которая в погоне за легким заработком стремится заработать легких денег, а их на самом деле не бывает. Реализация задумок конкурсантов и результаты применения проектов стали возможны при активном участии Управления по образованию область полкома, правоохранителей и надзорных органов. И на этом взрослые не намерены останавливаться. Совместно с детьми и подростками они продолжат делать мир вокруг безопасней. Роман Аншиц, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест.